Почему Русская Православная Церковь венчает православным с католиком за границей, а в России католик должен принять православие, и такую пару не венчают? Нет такого. Это неправда. Русская Православная Церковь не венчает православным с католиком или православным с кем-либо другим неправославным, не венчает. Если кто-то это написал, то это где-то есть кто-то, кто-то это делает. не церковь, а какого-то священника или архиерея, неважно, самочинствует. Так может быть. Думаю, все знаете, СМИ массово обошло сколько лет назад. Недавно в Нижнем Новгороде один из попов повенчал двух гомосоциалистов. Это он дурканулся. Это он совершил грех. Дух Святой Союза не действовал. Венчания никого-то на самом деле не было. Была проформа лишь, спектакль мертвый. И все. Ну почему это сделано? Депутатная церковь, это вот эта чудилка сделала. И все. Так и в данном случае. Но было вот что, мои золотые. Что было, я скажу. В истории православной церкви есть одна тяжелая страница. Какая? Официально называется цезарепопизм. Официально называется. Это вот что такое. Когда светская власть брала власть над церковью, командовала церковью. Вы знаете, жестокое время было, например, Петр I написал новые законы, по которым церковь назвал Министерство духовных дел, империю. А себя назвал. Он в законах инструкцию написал Синоду. Патриарха не разрешил избрать церкви. Советы архиереев Синод назвал. И в инструкции Синода своей рукой написал, что он император, крайний судья и Господь Бог для них. Это называется вообще в православии дух Антихриста. Поэтому старообрядцы, когда называют Петра I Антихристом, они не так уж и ошибаются. Он не Антихрист, но очень много от Антихриста взял на себя. Так вот, и церкви навязывали императора. Например, что навязывали? И вот в этом вопросе. Император Петр I написал в законе, что престол может наследовать только тот потомок его крови, который женится на потомке царской крови, хотя и не русской, если. То есть его потомки не имели права жениться на ком, кроме царской крови. Но не было православных царей. Все под турками, все были уничтожены. И они женились на немках. На немках, которые в лютеранской Германии отыскивали. Там было много маленьких княжеств. Но потом те принимали православие. Но часто было не царство, а его ближайшие родственники, чтобы царской привилегией пользоваться, рода царского. Женились тогда на католичках или протестантках, но при этом тени не проходили в православие. И тогда придумали чин, на Руси придумали чин, как венчать православного с католиком или с лютеранкой. Сейчас эта позорная страница вычеркнута. Сейчас, когда цари не командуют над русской церковью, этот позор сейчас выкинут на помойку. И поэтому русская церковь это безобразие больше не делает. Слава Богу, отмылись от этой грязи. Православная церковь венчает, только православная с православным. Но вот зарубежная церковь, иммигрантов, среди них есть такие, которые ценят не дух Христов, а старое русское. И старое, и многое не старое, и императорами внесенное, в частности. Такое может быть. Но это не православно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова